Материалы, предоставляемые участникам. Да, организаторы предоставляют участникам полный набор материалов для создания машин. Эти материалы можно условно распределить по нескольким типам. Это базовый пакет материалов, это универсальный общий пакет материалов и это декоративные материалы. Что такое базовый пакет материалов? Это то, что получает каждая команда в свое распоряжение. То есть это базовый пакет, который есть у каждой команды. Он одинаков, это как бы стартовая позиция. Команда находится в равных условиях. Базовые элементы, позволяющие собрать механику машины, это, например, веревки, грузы, шарики, планки, трубы полые, по которым эти шарики могут катиться. Сюда же входит скотч. Не забудьте укомплектовать команды бумагой, ручками, карандашами, всем тем, что понадобится им для создания схем, чертежей своих машин. Также при закупках необходимо помнить, что все, что вы закупаете, кроме механической функции, будет внести еще и эстетическую, составлять внешний вид ваших машин. Поэтому, если есть выбор, лучше закупать все эти материалы, придерживаясь заранее выбранной цветовой гаммы. Ну, например, может быть, вы решили сделать темой своего хакатона черно-белое кино. Тогда покупайте все материалы, придерживаясь черно-белой гаммы, добавляя немного света для вариативности, как бы, для команд. Если же тема, как вам кажется, не задает определенную цветовую гамму, то просто придерживайтесь принципа, что лучше останавливаться на более ярких, чистых тонах. Они всегда выглядят благополучнее, чем какие-то размытые, грязноватые тона. Следующий у нас, как бы, это универсальный общий пакет. Это материалы, которые не распределяются по командам, закупаются в ограниченном размере и позволяют разнообразить механику машин. То есть они лежат на отдельной базе, и команды по мере необходимости их себе забирают. Что здесь, как бы, у нас может быть? Например, это могут быть воздушные шарики. То есть у вас может из всех десяти команд, там, две команды использовать эти воздушные, как бы, шарики. Сыпучие материалы, магниты и так далее. Сюда же входят материалы повышенного уровня сложности. Это, например, электроника, программируемые элементы. Отнюдь не каждая команда готова с этим работать. Декоративные материалы. Это все, что придает машине индивидуальность, делает ее арт-объектом, выполняет смысловые функции и отвечает как раз за тематику вашего мероприятия. Понятно, что когда вы делаете заранее продуманную машину, у вас есть месяц на разработку, вся машина может состоять из смысловых элементов. Но на одно-двухдневном хакатоне у нас совершенно другие цели и задачи. Главное, у нас совершенно другое условие существования. И поэтому такие материалы у нас идут отдельным блоком и составляют, как правило, незначительную часть машины. Декоративные материалы у нас, в свою очередь, подразделяются на несколько типов. Это функциональные материалы. То есть материалы и предметы по выбранной теме, закупаемые в единственные экземпляры. Именно они работают на индивидуальность каждой машины. Могут быть большими, маленькими, плоскими, объемными. Они участвуют в движении. Все, что, как вам кажется, подходит к выбранной тематике, может использоваться в схеме передачи импульса, сюда и относятся. Например, для хакатона по теме Хармса мы закупались в антикварных лавочках, нарезали тематические фигурки из фанеры, исследовали магазины игрушек. В результате в наборе были самовар с трубой, голова горгульи, фигурки птичек, которые можно было выставить по принципу домино. И вот, например, фигурка, которая двигалась, механическая фигурка птички, которая передавала импульс как раз на вот эти падающие доминошки. Потом есть такая тема, как декоративные предметы, работающие исключительно на образность, на эмоциональную составляющую машины. Это могут быть фаны, фигурки по теме, вокруг которых катается шарик и так далее. Причем первый и второй пункт, то есть участвующие в движении и просто декоративные, они абсолютно как бы смешиваются. То есть закупая декоративку, вы даже представить не можете, куда заведет участников их проектная деятельность. И как они придумывают использовать, казалось бы, самые декоративные, неприспособные для инженера, для механики элементы. И последним пунктом тут идут лакокрасочные и оформительские материалы. Если есть возможность, то максимум покраски основы у нас выполняется до самого хакатона силами организаторов. Но если есть территориальная возможность, дайте участников сделать свои машины красивыми. Предоставьте им место, где они могут красить, и материалы, которыми можно красить. Если есть у вас проветриваемое отдельное помещение, то используйте аэрозольные быстросохнущие краски. Строительные или для граффити, если что, вы найдете, на чем вы хотите работать. На 10 команд желательно закупить порядка 8-10 баллонов по паре штук разных цветов, например. Если нет помещения, воспользуйтесь быстросохнущими акрилами, даже гуашью пускай, и закупите для каждой команды кисти разной ширины. Еще сюда относятся трафареты, например. То есть вы можете обеспечить команду, не должны, а можете. То есть, в принципе, подбор этих материалов, он очень сильно может варьироваться. То есть, что я сейчас говорю, это как бы лишь общая рекомендация. То есть, трафареты. Бумага для резки трафаретов, ножницы у вас должны быть. Если вы для подготовки, например, резали фигурки из фанеры, и у вас остались вот эти вот обрезки с вырезанными как бы в них вот этими элементами, их тоже можно использовать в качестве трафарета. Там у вас уже получились силуэты по теме, которые можно использовать. Потом очень, на мой взгляд, полезный элемент – это цветные скотчи и изоленты. Широкими разноцветными скотчами можно очень быстро и без грязи заклеить брус, превратив его в цветной. А места, где нужна изолента, лучше закрывать разноцветные все-таки изоленты, и они синий, которые будут эмоционально отсылать с грителя к старым очкам, как бы перемотанным эти синие изоленты. И еще такой элемент вы можете использовать. На самом деле, вы можете использовать гораздо больше. Сейчас говорю, даю лишь краткие рекомендации. Цветная самоклеющаяся пленка. То есть, это или может быть пленка, которая используется в рекламе типа Аракала, или пленка, которая продается в наших строительных магазинах. То есть, это бумага основы, клеевой слой и пленка. Что она позволяет нам делать? Она позволяет быстро менять цвет больших плоскостей. И еще один материал, это широкий фломастер и мел. Цветные мелки обычные, школьные. Они позволяют также быстро расписывать машину, писать на ней какие-то тексты, рисовать быстрые рисунки, что тоже идет на пользу. Инструменты. Организаторы обеспечивают участникам всеми необходимыми для работы с этой машиной инструментами. Инструменты мы тоже условно делим на два типа. Командные. То есть, это минимальный набор инструментов, которым комплектуется каждая команда. И общие. Те, которые закупаются в каком-то ограниченном количестве, используются командами не очень много, и, соответственно, их можно закупать по одному-три штуки на весь ваш дружный коллектив. Командные. Это, например, клеевой пистолет, степлер строительный обычный, ножницы, канцелярские ножи, отвертки, линейки, транспортиры, плоскогубцы. То есть, то, что используется достаточно часто, и чем не очень удобно делиться с другими командами. Общие. Это, например, шуруповерт и электролобзик. Вам хватит примерно одного шуруповерта и одного электролобзика на 3-4 команды. Дриль с набором сверел, может быть, 1 на 5 команд. Паяльник. Вообще, в принципе, пару штук на отдельном столе. Не очень многие команды успевают им пользоваться в таком напряженном режиме работы. Нерекомендуемые материалы. Первым в этом списке идут жидкости. Как показала практика, после пары запусков мокрым будет все. Вы, организаторы, участники, соседи, пол, машины. В общем, лучше избегать жидкости на хакатоне. Второе – это материалы с нестабильным результатом. То есть, те, результаты которых вы не всегда можете гарантировать и отследить. Если что-то может не сработать, будьте уверены, оно не сработает. Например, из наших реальных историй очень сложно рассчитать степень предварительной встряски шампанского, чтобы она открылась в нужный момент и от расчетного приложенного усилия. Третье – это сложно перезаряжаемые шаги и материалы. Надо помнить, что машина в процессе сборки будет перезаряжаться бесконечное количество раз. Если у команды одним из шагов идет 100 доминошек, стоящих подряд, то с шансами она проведет все время, переустанавливая эти 100 доминошек. Поэтому, например, мы для своих хакатонов закупаем домино, но в очень ограниченном количестве и не выдаем их в базовом пакете каждой команде. Продолжение следует...